МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В неочередное заседание парламента Западной Армении состоится 14 октября. Главный вопрос заседания – ситуация в Арцахе. В последнее время заседания парламента Республики проходят каждый четверг, но в связи с ситуацией проводятся неочередные заседания. Напомним, что сейчас в Арцахе находится ряд депутатов, поэтому количество участников заседания неполное. Подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили один штурмовик СУ-25 противника. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По последним данным поражены еще три БПЛА, 20 единиц бронетехники, один самолет противника, есть 350 погибших. Об этом сообщает армянский единый информцентр. С азербайджанской стороны имеются свыше 5489 погибших. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении Азербайджана Давида Тунаяна и Закира Гасанова к выполнению в полном объеме обязательств соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, Шойгу провел переговоры по телефону с главами двух оборонных ведомств. В ходе переговоров министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской странами обязательств в соответствии с соглашениями, которые были достигнуты в Москве 10 октября, отметили в министерстве. В Нагорный Карабах были переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Об этом со ссылкой на источники в Сирии сообщила газета The Wall Street Journal. Как пишет газета, наемников переправляют в конфликтный район с середины сентября группами до 100 человек за раз. Источник в Сирии, связанный с вооруженными группировками, отметил, что были переброшены сотни человек, но десятки уже вернулись, так как были встревожены ожесточенностью боев. Как напоминает, говорит Москва.ру, ранее о 300 боевиках, отправленных через турецкий газетент в Баку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений. Азербайджан и Турецко-террористический альянс предпринимают активные шаги, направленные на будущую дестабилизацию ситуации в Иране. Об этом заявил советник президента Арцаха Давид Бабаян. Новости Армении, Ньюс.эм. Это проявляется в нескольких направлениях. Одна из главных целей альянса – взятие под контроль важного стратегического объекта водохранилища на реке Аракс, построенной при помощи иранской страны. Оно в основном использовалось для нужд Ирана. Сейчас же Турецко-Азербайджан и террористический альянс ставят перед собой цель лишить Иран этого стратегически важнейшего источника воды. Прорвать линию фронта они не могут, но мы знаем, что это одна из главных целей, чтобы впоследствии воздействовать на Иран, его экономику и также экологию, что в свою очередь приведет к серьезнейшим социальным потрясениям в этой стране, заявил Давид Бабаян. Другое направление – это то, что многие боевики Сирии, Ливии и Ирака, переброшенные Турцией в регион, дислоцированы на границе с Ираном, причем в разных секторах. Не исключено, что будут серьезнейшие попытки просачивания этих боевиков на территорию Ирана, как это было в случае с Северным Кавказом. Буквально накануне стало известно о проникновении боевиков в Чечню. Кроме того, не исключено, что азербайджанская страна вместе с турками и террористами и попытается отправить водные ресурсы Ирана, заключил советник президента Арцаха. Всемирный фонд памятников счел абсолютно неприемлемым нанесение повреждений Кафедральному собору святого все спасителя Казанчатсоц в Шуши в средстве ракетных ударов Азербайджана, как и любое преднамеренное уничтожение образца культурного наследия. Собор Казанчатсоц был построен в XIX веке, а затем восстановлен в 1990-х годах после войны и стал символом возрождения региона. Как передает Армен Пресс, фонд сообщил также, что в силу своей деятельности, ведущейся по всему миру, они бывали очевидцами того, каким необратимым потерям приводило уничтожение памятников культурного наследия как для местных общин, так и для всей мировой истории, поскольку это навсегда разрывает связь человечества с прошлым, нанеся раны идентичности народов. Фонд призывает стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от прицелов в очаге культурного наследия. 8 октября Азербайджан дважды нанес ракетные удары по собору Казанчатсоц в Шуши, вследствие чего комплекс частично поврежден. Получили ранения трое российских журналистов, один из которых в тяжелом состоянии. Запасы золота и серебра обнаружены на площади 150 гектаров провинции Карин Западной Армении. Горы Карина-Разрум можно назвать золотым рутником именно из-за золотых запасов. Об этом заявил бизнесмен Мехмед Фатихташ. В результате наших лабораторных исследований на территории, простирающейся между Байрамом и Йоркезом, мы обнаружили запасы золота и серебра на площади 150 гектаров. В другом районе мы нашли запасы золота и урана. Теперь ждем инвесторов. В Карин добавил местный бизнесмен. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Солухи Карвиерка. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканал Западной Армении. Оставайтесь с миром.